Интернешнл Даймонд Дорогие господа, добрый день, дорогие друзья, единомышленники и инокомыслящие. Потому что то, что я вам дам, это только версия. Это не догма, это не образец, это только моя версия каких-то мыслей, которая может быть пригодна. Меня зовут Марис. Я работаю в этом деле. Сегодня мы поговорим о остаточном доходе. В моем понимании, чуть-чуть из философии изначально, остаточный доход, что это такое? Кроме дефиниции, есть сначала осмышление, что это такое может быть. И как я говорю, что остаточный доход, это как чудовище в озере Лох, знаете, все о нем слышали, никто не видел. Все знают, что оно там есть, все ждут, когда оно появится, но до сих пор не встречалось. Вот это что-то очень похоже на остаточный доход. Но тем не менее, это возможно при определенных условиях. Почему это так важно? Резидуальный остаточный путь. Потому что именно на этом крючке, ну как червячок для рыбы, ловит нас, людей. Нас, социум, или все предложения, которые происходят, все соблазны, которые происходят в мире, нас ловит именно на мечте о остаточном доходе. Ловит на том, что мы можем какое-то продуктивное время, то есть продуктивное возраст свой посвящать работе, социуму, созданию чему-то, а потом это будет нас кормить. Государство нам говорит, устраиваясь на работу, платите налоги, потом мы будем нас кормить. Бизнес говорит практически то же самое. Устраиваясь на свой бизнес, тратите свои деньги, платите налоги, рискуете своей шкурой, а потом, может быть, это будет нас кормить. И так далее и тому подобное. Пенсионные фонды, всякие, не знаю, там, вложения, инвестиции и так далее. Мы все мечтаем о том, что мы сможем когда-то отдыхать или заниматься просто любимым делом, независимо, она платит за это или нет, но денег хватит на все, что мы жили в той жизни, которой мы хотим. Так что это такое остаточный доход? Остаточный доход – это такой вид дохода, который не зависит от сегодняшних усилий, а является остатком усилий, усилий, сделанных ранее. Ведь очень простая дефиниция, так? И когда мы начинаем понимать, что это такое, мы можем донести до людей и показать, что как бы логично и к этому стоит стремиться. Интуитивно мы все ищем именно остаточный доход. И именно поэтому процветает масса приманок, такие отвлекающие, такие блестюли, которые нам не дают возможность сосредоточиться на этот остаточный доход. Потому что человек, такое животное, как и любое нормальное живое существо, отвлекается на то, что громче кричит, ярче, ярче блестит, когда там, скажем, двигается с такой частотой. И понимаете, очень часто мы встречаем людей, которые говорят, да, я пытался, и не однажды, но нигде не получалось. Так вот, если мы сегодня не на пути к остаточному доходу, ну, случайно, я понимаю, что в зале все это мы уже на пути к этому, но случайно, если кто-то из ваших людей, которые вы вернете домой, еще не на пути к остаточному доходу, или же еще не имеет остаточного дохода, значит, если этого может быть только две причины. Первое – вы в нем не нуждаетесь. То есть вам не надо, вам и так хорошо. Бывает такое. Поверьте мне, тоже такое бывает. Это нормально. Вторая причина может быть только такая, что вы искали остаточный доход там, где его нет. Все тусто. Твой вариант – или вы не ищите, или ищите не там, где он приобретен. Искать, не искать, довериться, не довериться, идти к остаточному доходу или нет, чуть-чуть поговорим как раз об этом, но сначала о доверении. Люди иногда не верят, что они могут прийти к остаточному доходу, потому что они не верят, что это возможно. Каким образом их в этом убедить? И стоит ли вообще убеждать? Каким образом? Мне очень понравилось вот это выражение. Кармане уже не управлять людьми, а их влиять на них. Влиять. То есть создать ситуацию, что ты влияешь на ее мысли. На людей надо влиять таким образом, чтобы они были готовы вам поверить, двинуться за вами, идти за этим остаточным доходом, ибо остаточный доход, я готов утверждать, что остаточный доход есть самое ценное, что может дать сетевой маркетинг. Это самое ценное, это вершина, это пик. Потому что все, что до остаточного дохода, это только промежуточные какие-то цели. На самом деле, если вы проанализируете свои стремления, проанализируете свои мечты, проанализируете какие-то свои, ну не знаю, картинки, в которых вы бы хотели находиться, вы перейдете к тому, что именно остаточный доход за этим всем прячется. Мы просто называем это разными словами. Мы называем мечтами, какими-то самовыражениями, какими-то совершенствами. На самом деле, остаточный доход. Потому что никто не может иметь свободу без денег, никто не может иметь в этом материале мире, конечно, не может иметь тот образ жизни, который хочет, если нет денег. Я не говорю о тибетских монаках, которые могут другими способами достигать какого-то совершенства, но, друзья мои, если мы не собираемся в Тибет, давайте пользоваться этими законами, которые Вселенная нам предлагает для того, чтобы продвигаться к своим мечтам и в том числе и к остаточным доходам. И одна из причин, почему люди не идут туда, они просто не видят, что он там есть. Как же это показать? Есть ли варианты? Или у вас есть очень сильный авторитет, и вы говорите, ребят, я знаю, куда я иду, и моя предыдущая жизнь, то есть жизнь, которую вы знаете до этого дня, всегда доказывала, что я всегда, когда иду, куда. Знаю, что я всегда захожу. Другой вариант – дать четкую и логичную аргументацию, что он там есть. То есть вариант – это личностный фактор, то есть мы можем идти и сказать, что я найду, а вы можете быть рядом, потому что на всех хватит. Или сказать, что это возможно при таких-то ситуациях. Именно для того, для той ситуации, когда нам не хватает авторитета, а это может быть какие-то ситуации? Когда человек для нас недостаточно знаком, то есть мы еще недавно знакомы, когда мы двигаемся вперед быстро, и наш круг знакомых растет быстрее, чем успевает охватить до этого круга наши авторитеты, репутации, тогда нам нужна эта железная аргументация. Но я сначала поговорил о том, какова наша репутация, в каких случаях люди готовы за нами следовать. Ведь мы очень четко умеем людей интриговать, подписывать, поднимать. То есть как по-другому. Первый вечер подковырнуть, так сказать, чтобы пошли, чтобы подписались, чтобы среагировали. Но дальше почему-то они очень часто разбегаются. Как же их удержать? Конечно, авторитеты. И когда мы говорим, что мы можем дать какую-то идею, какое-то предложение, что вот там на выходе есть крупные деньги. Представьте ситуацию, да? Я говорю, там есть деньги. Сегодня вы здесь, вам надо просто приемиться с пункта А к пункту В и эти деньги забрать. Люди сидят и говорят, я подумаю. Я говорю, ну так, просто надо пройти и взять. Говорит, а у меня денег нет. Я говорю, же, не предлагаю тебе деньги приносить. Я говорю, иди, бери. А у меня времени нет. Чувствуете? Встречаю ситуацию, да? Вы говорите, идите, возьмите. Я буду там брать полными, там, скажем, горстями, да? Но вам тоже хватит. Говорит, я подумаю. С чего это? Это признак, что люди не готовы вам еще довериться просто на слуху. Надо ли это корректурная документация? Но изначально на слуху. Допустим, если... Давайте на небольшой эксперимент, да? Если я говорю... Вот есть в зале люди, которые меня видят на первый раз, так? Есть в зале люди, которые мне даже доверяют в какой-то мере. Правильно? Я скажу, кому из вас нужны, допустим, пару десятков долларов? Прямо сейчас. О, смотрите, да. Я говорю, хорошо, идите, возьмите. Вот там дерево растет, там растут деньги. Идите, возьмите. Да? И почему-то некоторые люди только реагируют, идут и смотрят. Да? Если они посмотрят тщательно, то они их там нет и найдут. Да? Потому что те люди, которые не первые на своем семинаре, они знают, что там деньги должны быть, если я так говорю. Да? Просто надо поискать, потому что эти деньги там есть. Есть там деньги. Я даже могу сказать, в каком месте. И вы можете пополнить... Да? Да? Так. Теперь без паники. Все встали вокруг дерева. На уровне моей груди. Нырнули в листву. И тщательно посмотрели. АПЛОДИСМЕНТЫ Но я же не прошу, что они так есть. Но дело в том, готов ли мне кто-то поверить или нет. Где можно? Вот так и происходит в нашей жизни. Мы говорим «Есть», а люди говорят «А я-то думаю». Нормально? Что-то не клеится. Во-первых, те люди, которые доверились и пошли искать, знают, что я несколько раз рассказал. Значит, есть какая-то предыдущая история. Но часто люди, которые остальные остались в зале, они не пошли. Это же настоящий, я знаю. Но для остальных людей нужна железная аргументация. Почему они могут позволить себе верить, что они там есть? Железная аргументация. И тут мы можем поговорить как раз об остаточном доходе. Возможен ли он в случае с пола? Сначала о самом остаточном доходе. И тоже еще... Ну ладно, философия я ставлю на потом чуть-чуть. Если времени хватит, если не забуду, то скажу еще в завершение, насколько простой сетевой маркетинг. И что не надо осложнять вещи. Но остаточный доход. Остаточный доход. Я продолжаю утверждать... Ну, это моя буквотель, если кто-то не понял, да? Я еще хочу предупредить, что я вообще не русский. Я сейчас говорю на иностранном. Поэтому уж просите меня, правописание меня точно кромает иногда. Вот, поэтому это в моем бельмане нарисовано. О, да, это достаточно доход. Да? Как я говорю, это есть самое ценное. Здесь очень важно, когда мы готовы что-то предложить людям, понять, может быть, философию или фундаментные какие-то вещи, на которых строится сетевой бизнес. Ведь... С чего это начинается? Когда мне новички спрашивают, с чего начать? Я говорю, с чего начать? Я говорю, есть три фундаментальные вещи. Первое. Это мои мысли. Второе. Мое настроение. И третье. Отношение. Люди спрашивают, ну, ведь это сложно. Это философия и так далее, и так далее. Да, я готов пояснить. Я говорю, знаете, если мои мысли не соответствуют, чтобы я кем-то стал, навряд ли я им стану. Каковы должны быть мои мысли? Во-первых, я сам должен поверить в себе, что я чего-то хочу. Что я достоин, что я могу, что я хороший, что я могу быть лучше других, или, скажем так, готов идти впереди остальных. То есть это мои мысли. Я готов поверить в себя. Настроение. Настроение крайне важная вещь, потому что как мы иногда поступаем? Мы приходим на встречу в плохом настроении, играем роль какую-то себе выделенную, и удивляемся, что результат не получился таким, каким ожидали. Вы представьте, что такое настроение для сетевика? Это то же самое, что костюм для банкиров. Если придет банкир на работу, помянут, костюм не глажен, грязной рубашки, как вы думаете, будет ли процветать такой банк? Вернее, сколько минут он продержится на работе вообще-то, вопрос стоит, да? Но сам банк будет ли процветать? Как-то не клеится. Но представьте, что мы приходим навстречу в том мятом настроении, грязном, тащим за собой еще целую кучу пустых банок, которые гремит за нами, да? Приходим и начинаем что-то делать. И люди по праву разворачиваются и говорят, это не наш банк, это не наш, скажем, шанс, который это воспользует. Настроение крайне важная вещь, чтобы люди были готовы нас услышать. Есть технологии и как бы, ну, тренинги, которых мы учимся за 10, 15, за 20 секунд приводить в порядок свое настроение, сдать его в химчистку быстро, да? Раз и готов. Ты можешь быть в каком настроении угодно, но когда ты приходишь навстречу, если ты профессионал, ты должен внести позитив. Ты должен быть, скажем, ну, в том именно положительном ключе. Но это когда навстречу. А как, если не навстречу, а повседневно? В каком настроении быть? Ведь у нас тоже у каждого. И чем выше поднимаешься, тем больше накапливается вопросов, которые надо решать. И не все вопросы решаются по команде. Надо их решать, вольно-невольно, по этому настроению. И мы приходим в свою команду и начинаем делиться отрицательным настроением. Начинаем рассказывать, как нам что-то не клеится и так далее. И опять же, как быть, как от этого избавиться? Просто запомнить несколько подсказок. Подсказок, да? Я практик. Я хочу, чтобы вы везли домой хоть несколько подсказок. Если говорить об отрицательном, бывает, что надо обсуждать. Это значит, только четко, по пунктам, без эмоций. Только не включать эмоции. Что бы ни происходило, надо обсуждать, обсуждаем, но без эмоций. Я тут даже не говорю о том, что не надо обсуждать просто других людей, оплайнов, кросслайнов и так далее. Это не обсуждается вообще. Но бывают ситуации, которые не отрицательные, но их надо обсудить. Значит, просто не включать эмоции. Тогда это не разомножается. Но когда мы говорим о позитивном, когда мы можем в своем настроении погладить или, скажем, улучшить, когда у нас есть о чем говорить о хорошем, а хорошее всегда можно найти, вот тогда мы можем говорить образно, творчески, с эмоциями. То есть вот просто себя как бы позволяет покупаться в этом. И это хорошо поднимает настроение, это его приводит в порядок. То есть если нам надо обсудить, то об отрицательной без эмоции и четко по пунктам, а позитивным можем себе чуть-чуть позволить порадоваться. Но третья фундаментальная вещь, от которой зависит быть или не быть успешным сетевом, это наше отношение. Почему я говорю, вы сейчас поймете. Отношение к чему? Отношение к своему делу, отношение к тому, что мы делаем, отношение к себе, отношение к остальным. Каково мое отношение к окружающему миру? И тут я вам дам вот как бы такую подсказочку или, не знаю, там, примеру, на котором можно, может быть, сделать вывод, о чем же я и говорю. Представьте, есть ситуация. В наших руках есть какое-то предложение, допустим, что хорошее, и мы можем прийти к любому человеку и сказать, у меня есть хорошее предложение, пожалуйста, выслушай меня. Есть другой вариант. Тот же человек, то же предложение, тот же я. Я могу прийти к любому человеку и сказать, у меня в руках есть хорошее предложение, я могу тебе о нем и сказать. В чем отличие этих позиций, этого отношения, ваше внутреннее состояние? Первый вариант – это позиция потребителя. Выдели, пожалуйста, мне свое время. Дай, пожалуйста, мне свое внимание. А через черточку это деньги. Купи у меня, дай мне свое. В втором варианте – это позиция соседателя. У меня есть, я могу дать. Я могу поделиться, я могу добавить. У меня никак не заканчивается, у меня будет еще. У меня все разомножается. Почему это крайне важно? Мы сейчас как бы вот размотаем это все до абсолютно, как бы таких, ну, не знаю, глобальных сэкономерностей, а потом пойдет чуть-чуть прагматично дальше. В мире лучше всего нам понимаем, мы понимаем вот это на, как бы, примерах экономических. В мире экономики деньги всегда движутся от потребителя к созидателям. В мире других, может, плоскостей, в том числе и сетевой маркетинг – это энергии. То есть вот в мире финансовом энергии – это деньги. А в нашем, скажем, бизнесе – это и деньги, и энергии. То есть энергия, и деньги всегда идут от потребителя к созидателю. Только изменив свою внутреннюю позицию, мир разворачивается иногда на 180 градусов. Почему это крайне важно? Именно поэтому, что так устроен социум мир Вселенной. Именно к потребителю, к созидателю. Если я иду и требую от своего спонсора, говорю, ты должен мне помочь, кем я являюсь, потребителем, в какую сторону пойдут деньги? Куда угодно от меня. Если я прихожу к своему спонсору, говорю, я могу тебе помочь, что происходит? Деньги идут откуда только не угодно, но все ко мне. Как я говорю, все, что я делаю, это все в мою кассу. И вчера я поговорил очень хорошую мысль, я сегодня ее озвучил уже, а Зухра мне помогла. Вот это, где Зухра? Зухра, 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 я хотел, глаза видитые. Я интуитивно относился к этому вопросу именно так, что я никогда не делил свои, не свои, мои, не мои. Если меня спросили, я ответил. Я не буду напрашиваться, вот давайте я вам поделюсь. Но если уж попал, если спросили, значит мой ответ будет искренним. Без лукавства, без подвоха, да? Я думал, ну как же и так? Я могу делиться какими-то но-хау. Если меня спросили, ну, ну что делаю? Ну, позволю спросить, сам виноват, да? Но я как бы без каких-то, не знаю, там, внутренних сомнений делюсь. И я думал, ну, видимо, так должно быть. Вчера я получил ответ. Вот когда я буду платить на вам, вы все будете приносить мне доход. Поэтому, поэтому, я готов делиться с любой. Теперь я понял, почему я готов делиться. Да, оказывается, ну, как кто-то сказал, вы тут думаете, ну, решает-то он, да, или как там, или он там решает на самом деле. Поэтому это так происходит. И я в другой планете, да, но я могу не соскакивать на сцену, чтобы быть потом платимым. Потому что я точно не буду, потому что у меня есть огромное количество толковых людей, им не деться некуда. Просто, ну, извините, да, то есть я там буду. Но это чуть-чуть другая тема, остаточный доход. Так вот, когда мы поняли, что позиция Созидателя — это единственная продуктивная позиция, тогда мы можем начинать думать о чем, что же есть у нас, что мы можем дать. Потому что люди-то разные. Кому-то мы будем рассказывать о достаточном доходе, то будет то же самое, что кошки о космонастике, да. То есть он не понимает, о чем идет речь. Он никогда не задумывался об этом. Но давайте обсудим, что есть в нашем распоряжении, прежде чем, как дойти до остаточного дохода. Это на идее или базисе For Life. Если взять остаточный доход как самое такое, ну, не знаю, привлекательное, самое такое, ценное, что может дать, то я скажу, что For Life, вообще-то предложение, очень полноценное. И перед тем, как перейти к каким-то высоким материям, как остаточный доход, давайте прислушаемся, не готов ли человек нас услышать чуть-чуть раньше. И, может, мы можем дать возможность ему получать что-то менее такое глобальное, но все-таки полезное и нужное то, что у нас есть. Очень много людей, которые приходят в нас бизнес, приходят ради скидки. Скидка. И тут мы можем думать, ну, какая же это бизнес, да. Но скидка – это, как сказать, вот та щелочка в двери, которая позволяет заглянуть туда, посмотреть, а-а-а, там кофейная пауза накрыта, да, а не просочиться ли мне туда поближе к столбинку. Это и есть скидка. То есть минимум, максимум. И когда мы понимаем, что у нас есть очень много вариантов, мы их не сможем разобрать, возьмем там основные несколько. Когда мы понимаем, что есть для каждого покупателя есть свой продукт, или для каждого продукта есть свой покупатель, мы понимаем, что если у нас есть хотя бы несколько вариантов, как скидка, как, допустим, доход, доход, или же бизнес. Но здесь есть такое интересное место, я еще сейчас назову. Вот это мы понятны, да, скидку слышали, доход тоже слышали, бизнес. И чем отличается, толком не понимаем, но понимаем же это разное. И я говорю, что кроме всего здесь есть, еще на пути к статусу дохода, есть большие деньги. Кажется так. Вот, большие деньги. Дело в том, что очень часто мы остаточный доход путаем с большими деньгами, или большие деньги с остаточным доходом. Я встречал людей, я не говорю о бизнесменах, я еще чуть-чуть дам, чуть-чуть характеристику о том, что такое свобода, на мой взгляд, и бизнес может привести к свободе или нет. Но очень часто, получая большие деньги, мы уже начинаем думать, что у нас есть остаточный доход. Но это часто бывает ошибочно, потому что иметь просто большие деньги, просто, ну, взять то, что в ваши руки как бы прыгают в самом, надо брать, но не надо обращаться. Остаточного дохода есть свои признаки. И первый признак – это то, что если вы ушли в отпуск на полгода, и ваш бизнес не дрогнул, значит, это стабильные признаки остаточного дохода. Если вы не можете во время отчета бонусов взять выходной, значит, вы можете только еще мечтать об остаточном доходе. Ну, это я на языке Евразии говорил, Европе чуть-чуть по-другому, да? Потому что, когда мы начинаем получать некрупные деньги, ведь это еще не является абсолютной стабильностью, и это может рухнуть в любой момент, если мы расточим свое внимание. Но нам надо создать, чтобы это было стабильно, долгосрочно и очень-очень долго. И именно вот умение подобрать ситуацию, умение подобрать предложение, является таким краевольным умением, краевольным камнем, да, фундаментом, быть или не быть остаточным доходом. Как я уже говорил в начале, то если у нас нет остаточного дохода, вернее, если мы еще не на пути к остаточным доходам, потому что здесь, в этом зале, остаточный доход у полчеловека пока что, да? Может, двух половинок, но не больше, да? Потому что это на половину только еще остаточный доход. Но остальные все только на пути. Поэтому, я говорю, если вы не на пути ищете, можно говорить оба, остаточного, но тогда ум научить только портить, как говорит Ежов, да? Но я считаю, что всегда можно что-то еще добавить. Так вот, остаточный доход, если мы его не ищем, не найдем, а если ищем не там, где ты должен быть, тоже не найдем. И сейчас я хочу подчеркнуть или дать именно ту эссенцию мыслей, которая вам может пригодиться практически. Потому что вы, когда придете домой, вам так же, как и мне, захочется привлекать в этот бизнес толковых, способных и состоявшихся людей. Не так ли? Хотелось бы, чтобы они вас услышали. И первый вопрос, что вам зададут. А, сетевой, да? Ну, что же там можно взять еще, да? Вы скажите, остаточный доход. Не можно об этом поговорить. Потом тот человек, который вас услышит, скажет, а, да, я слышал минимум 18 раз, а по этому все это говорят, но пока что никто не виден никого, чтобы это получилось. А, все-таки интересует это, да? А может, рассудим критерии, при каких-то возможен остаточный доход? И являются ли в моем распоряжении эти условия? Как резюме, который я скажу сразу, а потом только перейду дальше, как бы, к этим пунктам. Как резюме могу сказать, что For Life соответствует этой критерии. Я думаю, что Борис Нижов завтра эту тему тоже развернят еще. Но, ну, пусть он меня извинит. Я, как бы, не могу по-другому это рассказать, как, ну, может быть, другими словами только. При каких ситуациях возможен остаточный доход? Соответствуют ли это эти условия компании For Life? И тут я хочу сказать, что в этих условиях четыре. Я причем возьму, у меня тут был красный фломастер, где-то был, есть. Я возьму это на четвертое условие и нарисую красный. Почему? Потому что очень часто мы встречаем эти мысли где-то, ну, не в интернете, в книжках, в размышлениях. И встречаем вот эти четыре пункта, которые могут нас привести к остаточным доходам. Три пункта общеизвестны, они говорят все. Четвертые почему-то умалкивают очень часто. Почему? Потому что невыгодно его расшифровывать, да? И только вот, на мой взгляд, я еще раз говорю, это моя версия, мой вариант, что сочетание, удачное сочетание этих четырех аспектов может нас привести к остаточным доходам. То есть создать ту платформу, на которой можно создавать остаточный доход. Будет ли у нас остаточный доход или нет? Это уж не зависит от платформы. Это зависит от нас каждого. Понимаете? Не все будут миллионерами, не фестиволы, да? Все будут миллионерами, а те психи, которые все будут миллионерами, да? Спрашивает нормальный бизнесмен, который считает себя свободным, но не может расстаться с телефоном ни секунды. Я говорю, нет, там будут миллионерами именно те, которые захотели, которым это надо. Потому что быть миллионерами не каждому надо. Если можно прийти к своим мечтам, имея 900 тысяч евро, да, то можно прийти к своим мечтам. Не важно, какая цифра, но есть мифы. И если мы не приходим к остаточному, значит, мы ищем не там, значит, платформа не подходит. Как с For Life? Какие критерии должны быть? Первый критерий, который должен соответствовать, я не знаю, чему соответствовать, то есть в соответствии тому, чтобы приходить к остаточному доходу, это продукт. Да, я слышал, что даже Амема говорит, продукт надо ставить в стороне, продукт, да, получилось, да? Прямо, правильно? Точно получилось. Говорит, продукт давай ставим в стороне. Согласен, не надо зависать на продукте. Но любой нормальный человек спросит вас, а вы что, обратным воздухом торгуете? На чем строится вообще прибыль на товарообороте? А если товара нет, или он условный, условный, то есть не нужный никому, возможен ли товарооборот? Ну, если абсолютно не нужно, да, в китайской армии можно, скажем, приказать все, что угодно, преврестись, есть и так далее, да. Но особенно дистрибьютор, это птица военная, он же будет брать только тогда, когда хочет, когда надо, да. Какой должен быть продукт? Во-первых, без продукта нам говорить не о чем, это финансовая фирамида. Но какой должен быть продукт, чтобы вот этот критерий был выполнен? Продукт должен быть каким? Эксклюзив. Ага, уже, смотрите, весь и сразу расходится. Очень хорошо. Обобщил чуть-чуть, да. Продукт должен быть, во-первых, востребованным, на мой взгляд. Такой здесь эксклюзивный продукт. Мне очень нравилось, как Марина сказала один раз. Она сказала, какая самая популярная машина в мире? Тойота, да. Не Ламбарджини, который эксклюзивный, а Тойота. И гораздо больше делает денег производитель Тойоты, чем Ламбарджиной. Поэтому, да, уже хочется смотреть на продукт востребованный. Но, конечно, хочется, чтобы он был эксклюзивным, чтобы он был таким защищенным, как наш продукт. То, что мы действительно не просто выигрываем, мы в одни ворота всех находим, вот именно в этом отношении продукта. И, кстати, что могу сказать, что я наблюдал историю компании до четвертого года, до пятого. Компания понимает, что в руках был уникальный продукт. Мало вопросов, мало внимания уделяла маркетинговым вопросам и вопросам, как в развитии. По принципу, что продукт настолько хорош, что он говорит сам о себе. Но в социуме это недостаточно. Очень хорошо, что мы есть там, где мы есть продукт. Остаточный доход может строиться только, или быть в нашем распоряжении только в том случае, если он планируется, то есть мы его будем получать от повторных покупок. То есть от эксплуатации созданной сети. Понимаете, если мы строим иллюзию, что остаточный доход возможен во время построения сети, то есть когда нужны новые люди, новые люди, новые люди, есть такие бизнесы, которые говорят, что у нас тут в неделю зарабатывает 12 тысяч долларов, это будет вечно, я говорю, сейчас, вечно. Видели мы таких, и многие еще будут видеть. Но остаточный доход, он в самом названии, гласить то, что это что-то постоянное, которое будет потом, когда это сделано. У нас идеальная ситуация, когда нам платят хорошо и во время построения, и уже эксплуатация построенного, но расчет идет на то, что мы построим каждый для себя такую сеть потребителей, которая нас устраивает. То есть оборот, который нас устраивает. Кому-то надо будет, что это был большие деньги или очень большие, кому-то будет достаточно более скромные деньги. Это зависит от объема сети, которую мы эксплуатируем. Эксплуатируем, как будет слово такое, да? Эксплуатация – это просто пользование, то есть мы, ну, как бы, пользуемся тем, что построили, да? Но, чтобы мы могли иметь повторные покупки, есть еще один критерий, который очень важен. Продукт должен быть заканчивающимся. Итак, представляете, что если мы работаем с продуктом, который, ну, допустим, пылесос пожизненной гарантии, да? По умолчанию понятно, что этот пылесос каждый человек купит один раз в жизни. Соответственно, может ли быть повторные покупки в этой сети? Маловероятно. Но там можно, конечно, придумать, там, эксклюзивные фильтры для этого, запчасти для этого пылесоса и так далее, но это все равно будет только так подтянуто. Продукт должен быть востребован эксклюзивным или, скажем, таким, который защищает нас или позволяет оторваться от конкурентов заканчивающимся. И чтобы мы понимали, что возможны добровольные повторные покупки. Не только при нашем внушении, что ты, дорогой, плохо выглядишь, тебе бы трансфактор попить, да? А именно, что люди сами пришли, вспомнили, опять хотят подправить себя или просто поддерживать и опять возвращаются и покупают. Тогда возможен статусный доход. Продукт в компании For Life. Как вы считаете, можно ставить здесь галочку? Я скажу, что это не двойную галочку можно ставить. Продукт соответствует 100% всем критериям, чтобы прийти к следующим доходам. Но, кроме продукта, должно быть еще такое свойство, как соответствовать сама компании. Сама компания должна соответствовать критериям, где возможен остаточный доход. И опять, если мы возьмем, какая должна быть компания, чтобы был возможен статусный доход? Она должна быть долгосрочная. Ведь остаточный доход будет потом. Не сегодня, не завтра. Это будет послезавтра. И до конца нашей долгой счастливой жизни. И нашим долгом, чтобы осталось. То есть долго потом. Компания должна быть долгосрочная. И давайте разберем, каково будет признаки долгосрочности компании. Как подобрать такую компанию, которую можно называть долгосрочной. Как нам знать? Ведь каждая компания, которая выходит на рынок, они говорят, мы долгосрочные, мы вам предлагаем остаточный доход, или между сроками, или как это, да? Говорят, мы самые лучшие, и мы платим больше всего. Кричим громче всего, и пожалуйста, идите к нам. Мы говорим, давайте вот как-то рассмотрим. Как подобрать такую компанию? Какие признаки? Обещания? Хорошо. Планы? Тоже хорошо. Но чего-то не хватает, согласитесь. Плакать за нас. И, ну окей, тут есть много вариантов. Я недавно прикармонял такую фразу, как я говорю, принцип Микеланджело. Знаете, что такое? Когда вы не понимаете, что там должно быть, и как это выглядит, отсекаете все лишнее, из глыбу камня берете, отсекаете все лишнее, и остается скульптура. Так? Вот. Поэтому, когда мы не понимаем, что должно быть, давайте отбросить, чего точно не должно быть. Что приводит к долгосрочности? Так вот, долгосрочности, или компания, которая может претендовать на долгосрочность, если мы не можем назвать критерии самой компании, давайте назовем другие примеры, где мы считаем, что долгосрочность есть. И почему мы считаем, что там есть долгосрочность? Допустим, я бы, если говорю, подобрать компанию, то она должна бы иметь такие же признаки, или свойства, как ваш банк, как ваш страховщик, как ваш пенсионный фонд, как ваши многие вещи, которым вы доверяете сегодня. Ваш адвокат. Какие это критерии? И как это подбирается? Ведь мы как-то подбираем. Мы не живем без банков, так? Как подбирается? Это, значит, репутация. Значит, это ведение компании, планы. Это люди, которые стоят за этим проектом. Мы же интересуемся, кто является владельцем банка перед тем, как внести деньги туда, да? И это все есть признаки долгосрочности. Мы здесь говорим только о том, что компания должна быть с намерениями на долгосрочность. Есть ли эти критерии в компании For Life? Я скажу так, что, ну, я их вижу, но как их дефинировать? Мне говорят, а как? Все говорят, что они стабильные. Я говорю, знаете, после кризиса восьмого года в Европе, во всяком случае в России тоже, насколько я знаю, веден такой... В банке среди банков веден правило, что должен раз в год происходить, так называют, краш-тест. Да? То есть меняются параметры банка и смотрят, что произойдет, если нагрянет кризис. И понимаете, вот иногда вот видно, что банк там начинает шататься, там параметры меняются. Можно моделировать эти ситуации, но лучше всего посмотреть, кто выжил, кто как себя вел во время кризиса. Компания «Фолайф» во время кризиса себя чувствовала лучше всех. Вот здесь я не боюсь этого утверждения. У Даниэла Тейлора, я думал, что он эту презентацию будет давать, он когда был у нас в Риге, и в Клайбиде, неделю назад он давал презентацию по показателям компании и сравнение, скажем, по месяцам, по годам и так далее, процентуально. Вот я говорю, что я с другой планеты, мне нужно это видеть, мне нужно сопрепоставить, чтобы понять, что компания стабильная. Во время кризиса, и до кризиса, и во время кризиса, и сейчас не было ни одного месяца в истории компании, когда не было бы прирост. Компания продолжала развиваться, несмотря на то, что другие компании в это время сокращали, что-то там приостанавливали, оставляли на завтра какие-то действия, сокращали штаты, компания продолжала наращивать обороты, наращивать количество дистрибьюторов, открывать офисы по всему миру и продолжала развиваться. Может быть, это было бы более резко, если не было бы кризиса, но компания прошла этот кризис просто блестяще. И у нас есть дело именно с такой компанией, которая не просто прошла краш-тест, а прошла блестяще реальный кризис. У нас есть такие руководители, которые имеют не только какой-то план, они имеют видение, они имеют чувство миссии, они имеют идею. И если мы вернем свой взор обратно в истории, хотя бы последние сто лет, мы увидим, поймем, что все миликие дела, которые совершались, это совершались на фоне или на базисе какой-то идеи. В компании есть идеи то есть улучшаем это общество, делаем им лучше, делаем это вместе. Бианка Лысан-Би, я тоже готов ее как бы упомянуть о своих мыслях, потому что это один из таких показателей, критериев, признаков. Ведь эти все признаки читаются косвенно, никто буклетик не может обещать. Мы обещаем работать в ближайшие 150 лет. Это ничего не горит. Но есть ли эти признаки или нет? В компании For Life они есть и очень много. И здесь я тоже могу поставить галочку. Третий критерий, который, безусловно, крайне важен, это... Что это? Правильно, это не морепродукты. Как мне спросили в одной презентации, что это такое? Ну, когда человек пишет, и не заметил, что это что? Я говорю, нет, это не морепродукты, морепродукты, это маркетинг-план. Маркетинг-план должен соответствовать, чтобы был возможен остаточный доход. Понимаете, что есть маркетинг-план, где остаточный доход просто невозможен. Не предусмотрен. Нету критерий, а люди вы ищут. Допустим, в бинаре, можно искать остаточный доход? Есть, кто пытается утверждать. Я говорю, если останется только бинаре, точно нет. Если там начнется какие-то там комбинированные варианты, то может быть, но очень, как, больших напрягов. Я не знаю, какой уникальный продукт должен быть. Но не будем критиковать маркетинг-планы, как и по системе. Поговорим принципиально о намерении компании, которая заложена в маркетинг-план. Мы имеем дело с маркетинг-планом ФОВАЙФ, который, как я говорю, по-доброму хитрый. Он, опять забыла это слово, не побуждает, а влияет на нас таким образом. Влияет. Как же запомнить это? Влияет. Я запишу где-нибудь. Вливает. Вливает. Влияет, в общем, образы. Хорошо, спасибо. Влияет. Маркетинг-план, он на нас влияет таким образом, чтобы мы хотели делать добрые, правильные и от нас ожидаемые вещи, то есть вещи, от которых у нас другие ожидают получить. Ведь, когда мы приглашаем в этой сетевой бизнес, каждый между строк обещает, и вторая сторона между строк читает, что мы ему поможем. Но редко где это случается, кроме ФОВАЙФ. Уникальнейший маркетинг-план, где сделано таким образом, что помогать другому это просто выгодно. Я человек из среды бизнеса. Я представитель и владельцем, и участником, и, как бы, в общем, полностью отдавшись в какое-то время традиционным или летним ленинным бизнесом. К счастью, это все в прошлом. Я могу сказать, что именно вот эта ситуация, что есть взаимовыгодные вещи, делает это строение стабильным. Потому что в мире, в бизнесе, в мире денег долгосрочно только то, что взаимовыгодно. Только то, что взаимовыгодно. Если вы кому-то что-то обещали, значит, раздали долги, не разошлись. Если у вас, перед вами, кто-то провинился, он отработал и убежал. Это нестабильно. Стабильно только то, что взаимовыгодно. И здесь, в маркетинг плане заложенные вещи выгодные, выгодно делать то, что правильно делать. Это помогать, это мотивировать, это не просто говорить, я тебя научу или поглажу по плечу. Я могу оподлить в твою структуру еще потенциально своих людей. Я могу таким образом физически помочь, что не происходит ни в одном другом бизнесе. Просто, может быть, происходит, я просто это не встречал. Но сегодня я намерю думать, что в нашем распространении самая полноценная модель маркетинг-плана, которая приводит именно к остаточному доходу. Когда мне говорят, иногда я встречаюсь с людьми и говорят, ой, у нас платит больше, чем у вас. Я почитал ваш маркетинг-план. Какое было это дело? Я знаю, вы делаете выбор, что человек не знает своего маркетинг-плана. Потому что мой он никак не мог насчитать. А сравнить можно только сравнимые вещи. То есть, не там, не прочитал, он там, значит, сравнить можно, а я что-то подумал, да? Потому что прочитать его может только компьютер. Но есть признаки, которые важны. И когда завтра вам Нейтан будет давать свою лекцию по, или, ну, занятие, как презентация, да, по маркетинг-плану, там есть одна вещь такая огромная таблица, кто от кого что получает, кто где рассекает и так далее. я эту таблицу видел еще в четвертом году, когда я сезон штаб и решил буду заниматься фолайфом. Тогда я потерялся на четвертой строчке. Вот неделю назад в рите я потерялся уже на шестой, а там их около тридцати, примерно, да? но, ну, там огромная кричит цифры, но я не говорю, что плохо, скажем, хорошо, что я их всех не знаю из-за, но, друзья мои, то, что я не знаю даже, то есть не знаю все, но я не понимаю даже в шестой строчке, это не мешает мне зарабатывать больше, чем президент нашего государства. Причем постоянно, с месяца в месяц, из года в год, да и маша, да? Не только нашего. Потому что то, что вы не зарабатываете, то, что у них свои бизнесы, да? Ну, извините, я не говорю о этом. Вот. Но факт, что не пугайтесь, что мы чего-то не знаем, это нормально. Просто определитесь, где мы хотим быть и что для этого надо. Потому что здесь тоже я на днях вспомнил, когда мы сидели и когда слушали вот такие вещи, я понимаю, что люди думают, а как же мне вырасти вот 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 такой, скажем, уровне, что вот здесь как платиновые вещать и так далее. Друзья мои, ну, не переживайте, ничего страшного. Не переживайте, что вот я услышал такую мысль, вот здесь красной строкой, такой, все платиновые были в какой-то момент ниже клинтуса. Да? То есть он был без денег, настолько без денег, что кушать нечего. я сидел, смотрел на этот зад и понимаю, бедняжки, ведь нету здесь такие голодные, да? Как же вам бизнес построить? Понимаете? И я могу сказать однозначно, что то, что вы еще не нищие, это не мешает вам построить бизнес, на самом деле, если вы даже этого не осознаете. Иногда это мешает как бы мотивация найти, но вы не обделенные судьбой, что вы не нищие, и что вам телефона нет, у вас телефона нет, если есть, то тоже бизнес можно построить, поэтому все будет хорошо. Но то, что я говорил насчет маркетинг-плана, есть такие признаки, которые не важны. Что на самом деле компания строит? Сеть потребителей или сеть продавцов? Потому что все, которые людей манят на остаточный доход, они понимают, что остаточный доход возможен при добровольных повторных покупках, то есть при эксплуатации сети потребителей, и не говорят, у нас сеть потребителей. А на самом деле делает не всегда так. Вот 100 LP нашего продукта, это сколько? Это столько, сколько нужно нормальному человеку или больше? Даже меньше. Даже мало. Согласен. Тем более, если на семью, то вообще низер. Да? А если, допустим, что громко тоже 100 LP, а одна баночка имеет ценность 2 LP, условно, да? Ну, или 5 LP. Вы покупаете 20 баночек, стоило 1 LP, 3 седаете, 17 где находится и накапливается? На холодильнике. Вы знаете, что у любого дистрибютера можно узнать, когда он приходит домой, и на холодильнике куча продукции, да? Вот это компания, которая сеть продавцов. Ведь они все говорят, что вы потребители, но у вас остается лишнее. Один месяц лишнее, другой месяц лишнее, и тут, закрывая холодильник, начинает это все валиться. Что делает дистрибютер? Он, будучи таким экономным или рациональным, он сваливает это все в сумку или в кулек, идет продавать. Говорит, хоть за полцены заберите, а то у меня холодильник. Ну, не могу открыть, нормально за молоком залезть, да? И общество делает вывод. Дистрибютеры, это те бедняжки, у которых на холодильнике очень не нужно вещей, и они пытаются их продать. Что произошло? Это разный просто подход. Компании, которые закладывают личные закупки продукта больше, чем действительно лично человеку надо, они строят сети продавцов. Вольно-невольно мы такими становимся. Если личная закупка это столько, сколько можно съесть или надо съесть, или еще мало, значит, это сеть потребителей. Ведь очень простой критерий, и так. Но все обещают, что это сеть потребителей, но не всегда это получается. Второй вариант, или второй момент, который, я думаю, что важно понять, когда мы говорим о маркетинг-клане компании «Волайн». Щедрые или нещедрые? Ну, я, конечно, не буду говорить о том, что мы все, извините, мы люди постсоветские, мы не можем не думать, мы не можем не анализировать, мы вообще с другой планеты все, да? но тем не менее нам думается и мы когда вот какие-то вещи сопрепоставляем и когда я забыл, что я их не разознаю. Нет, он получает маркетинг-клана, да. Я сейчас скажу. Понимаете, когда мы смотрим на мир, как он развивается, по этому бизнесу, мы можем, конечно, подумать, что японцы, которые подписываются в этот бизнес, стоят в очереди, что они ненормальные, что они просто глупые, да? Американцы так же и так далее, что мы лучше всех разбираемся, но это тоже тенденция, но это еще не убеждают, может, они просто не разорвались, и у них мода такая записывается, пол-эн. А вот какие объективные критерии, да? Щедрый, нещедрый маркетинг-план. Просчитать, сколько вы выплачивает там, да, это невозможно, но давайте посчитаем только две цифры, две. Теоретически в сеть выплачивается до 64% ЛП-оборота. На этом даст там более такой, этот беру разрешованное более тщательно, сколько чего, а практически выплачивается около 35. Что это значит? Что очень маленькая дельта между теорией и практикой. И это значит, что в маркетинг-план выполним среднестатистическим человеком. Не просто звезды Супермена или люди с неординарными возможностями могут его выполнить. Это может выполнить каждый, потому что маркетинг-план мягкий. Бывают компании, которые выскакивают на рынок, говорят, мы будем уплачивать 90% товарооборота обратно в сеть, а вы уплачивает 15. Вы приходите разбираться отчетовым решением 19, вы уплачаете 15 лет. А, у нас на рамке таком-то теперь присутствии нотариуса надо есть маркетинг-план вам не положатся. То есть дело в том, что когда в маркетинг-план заложены какие-то подводные камни, которых вы заметите тогда, когда отступать уже не захочется, когда уже какие-то деньги идут и вы получите, понимаете, что вы попали. Вы пришли куда-то, деньги идут и у вас есть выбор. Бросить это все, идти строить заново или накапливать на холодильнике что-то или же ну и так далее. То есть вот это я думаю что такие критерии которые стоит анализировать. Кстати я вспомнил один критерий насчет продукта востребованность продукта тоже может пригодиться вам. Когда я говорю что для меня показателем является рост маниструктуры или оборот офиса который растет мне могут сказать что это не объективно. Ты там просто хороший сотрудников нанял или просто в удобном месте офис соревновал и так далее. Это не объективно. Окей посмотрим объективная вещь. Возьмите разбойте интернет забейте туда трансфер фактор. Вы же знаете сколько страниц выкидали. Ну примерно сколько? Миллионов 8 на самом деле. смотря где яндекс 8 гугли будет чуть чуть больше около 9 миллионов. Окей что это много или мало непонятно. А забейте вот так же допустим продукт какой-нибудь ведущий продукт любой другой компании без опасений. На порядок на два порядка меньше предложения. В экономике есть один стопильный закон. Только спрос порождает предложение. Если столько много предложений значит спрос большой. Вы попробуете закинуть vision people интернешнему группу продукт выдают пару тысяч страниц максимум по сравнению с 9 миллионами. То есть это на мой взгляд тоже показатели которые можете экспериментировать можете сделать статистику по каким-то компаниям и когда вас будут спрашивать докажите что вы правы вы скажите о чем не доказывать вот цифры каждый может проверить все пожалуйста и вопросов уже как бы не возникает то есть маркетинг план соответствует тому чтобы мы могли прийти к доходу потому что он предусмотрен что самые щедрые выплаты из сети такое выражение вы же слышите да это здорово какие-то скажем на хорошие проценты за личные продажи это хорошо это во время строительства нам платят просто дополнительно за то что мы активно строим но самый основной доход это из сети доход от сети от глубины сети от эксплуатации построенной сети и представьте один момент когда мы придем к какому-то не знаю пункту или времени под каким-то час икс когда в основном это низше будет занято естественно что тогда останется только эксплуатировать эту сеть и конечно что-то будет расти и развиваться но это будет быть уже не тот момент который сейчас поэтому я скажу что кроме трех критериев которых я уже назвал очень важным критерием является четвертый который почему-то очень часто остается заказан это время время то есть момент в который вы это предложение встретили вы же знаете по жизни это не первый раз может сталкиваетесь с какими-то мыслями что для каждой идеи есть свой момент свое время свой момент для того чтобы ноутбук создавать программное обеспечение я всегда говорю что каждая эпоха несет какой-то не знаю крик моды и так далее но время я думаю что с точки зрения периода развития самой компании ведь мода это тоже интересная вот эти мегатенденции мы находимся в сегменте одного из двух реально растущих мире сегодня растет в экономике в мире растет два направления развиваются это связь и коммуникации и волныс мы представители волныса мы не представители кирпичей производства строительных материалов и так далее это индустрии красоты здоровья это тенденция времени но это уже чуть-чуть вне темы остаточного дохода я здесь больше как время имеем ввиду что мы это предложение сотрудничества встретили во время здесь можно построить остаточный доход ну по сравнению с компаниями какими-то ну игрок или 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 где нам говорят компания очень древняя то есть стабильная с хорошим продуктом и так далее я не могу это спорить но время это назвал начинать восьмидесят заниматься и строить остаточный доход и перед тем как нарисовать последний график который я хотел нарисовать почему я думаю что мы вовремя оказались здесь в нужном месте в нужное время просто как относиться к этому понимаете когда мы говорим с нормальным здорово сущим человеком он говорит ну да я сегодня здесь и могу начинать мои люди смогут начать этот бизнес но мои пра-пра-пра правнуки в этом бизнесе а что с ними будет начинать философствовать как будет тогда когда через 20 лет мой бизнес будет продолжать развиваться и кто-то из моих людей придет к выводу что поздно начинать бизнес как же я смогу тогда отвечать за эти слова я говорю за эти слова отвечать очень просто мы сегодня должны себе дать себе громко не надо этого делать это просто для себя для себя дать слово что мы будем искренними к своим людям и когда через 20 лет нас спросит стоит ли включаться фолайф и ожидать там остаточный доход давайте сначала оценим ситуацию и только тогда дадим ответ потому что вполне возможно что через 20-30 лет остаточный доход искать фолайф будет поздно потому что она будет в основном занявшая свою нишу ведь это возможно хотя бы теоретически как это сегодня происходит во многих компаниях которые занялись работать у вас тоже одна голова вверх и вы также такие же умные как и вы тоже сможете и вам не говорят что ваше время было 20 лет назад понимаете когда людям говорят начинаете у нас работать давайте оцениваем это реально или нет здесь создать всегда что-то можно создать и если остаток доход нас устраивает на уровне пару тысяч долларов конечно всегда можно сделать но меня не мотивирует пару тысяч долларов они уже спиной и давно уже расписаны подращены и скажем пристроены но если мы хотим создать крупный остаточный доход то это возможно тогда если мы встретили идею вовремя как с фолайфом у каждой идеи есть свое время и причем я могу сказать что у каждого продукта на рынке и здесь я не говорю о трансферфакторе я просто говорю о любой вещи которая выходит на рынок есть свое время значит если это будет у нас оборот какое-то это будет время то как развивается любое предложение любое линейный бизнес нелинейные идеи изначально любая идея должна защитить себя то есть доказать что она имеет место под солнцем время идет обороты не развиваются особенно потому что люди говорят этого не может быть так и называется первый этап этого не может быть поварить тоже он был какое-то время вы знаете назад нам говорят четко этого не может быть сегодня врачи уже не столько фига лично что этого не может быть я говорю о продукте трансферфакторе они говорят еще как может быть но это говорят не все многие еще не дошли они еще не увидели этого но когда мне говорят давай на примерах я говорю самый простой пример это эра мобильных телефонов вспомните 15-20 всего лишь 15 лет назад 90 какой-то там пятый но второй год там будет чуть больше чем 15 когда мобильный телефон телефон был такой как кирпич такой с ручкой помните кто помнит подростков нет все помнят и когда люди ходили причем обычно это были люди определенных деятельностей они ходили так гордо с этими телефонами и они могли позвонить друг другу потому что остальных телефонов не было мирный народ думал да зачем это надо у нас дома есть телефон правда с проботом позвонить то можно и вообще и вообще с этим кирпичом за год выйдешь связь нет потому что базовой станции ставят города и народ по праву думал что этого не может быть когда кому он нужен это просто доказуха и никто не мог догадаться что в 11 году дети будут рождаться вместе с телефонами что каждый первоклаж это уже будет скажем так опытный пользователь мобильными телефонами и так далее но рано или поздно у каждого продукта приходит такой переломный момент когда начинается это в этом что-то есть я продолжу пожалуйста я тоже куплю и начинается резкое заполнение рынка то есть соотношение времени и денег резко меняется противоположная сторона рынок начинает заполняться в этот момент на рынок выходят все кому не потому что продукт продается я помню на примере этих же мобильных телефонов такой феномен когда телефоны предлагала французская фирма это производители провода на самом деле и они не плещут тонкими технологиями но они хорошо разбираются в пластмассах поэтому их телефоны отличались чем они были первые которые были не черными они зелые три телефона три модели причем не только зелененький оранжевый желтый разных запахов этой пластмассы и не так назывались киви оранж и персик эти модели помнит кто-нибудь дал у меня дочка была маленькая я и купила в школе там был такой агрессивный запах был каприкос но думайте долго продержалась на рынке такие телефоны телефоны для того чтобы звонить но есть время когда будут заскакивать все которые могут я тоже к этой масти отношусь все будут продавать но мы это должны учитывать и конечно как я говорю это общей закономерности когда заполняется рынок потом после этапа в этом что-то есть начинается так называемый этап стабилизации тут может быть разные синусоиды и кризиси 8 или там 98 года то есть больше или меньше этот продукт продается с разным успехом и всегда есть вопрос а когда есть смысл начинать бизнес то есть тогда есть смысл включаться бизнес я отвечаю в любой момент когда когда прогнозируется рост когда чувствует россии можно бизнес начинать здесь очень наглядно можно вспомнить последние наши истории нашей скажем боюсь конечно скажу половина зала точно риэлтор все с людьми говорит занимаюсь недвижимостью и я знаю что человек имеет квартиру пытается и продаж занимается недвижимостью конечно но может ли это привести к статусу доходу или вообще так вот это другой вопрос да но смотрите что здесь происходит конечно мы можем начинать бизнес из детей нормально хороший момент их надо ловить и бизнесмены именно имеют чуть-чуть вот это ловить и поймать в этот момент когда что-то будет квартира дешевые сейчас можно покупать уже начинает да но еще чуть-чуть можно начинать покупать потому что все равно они будут в цене подниматься не надо ожидать что они будут такие какие были больше будет чем сегодня может быть но тут есть один риск смотрите если мы начинаем бизнес на этом месте чуть-чуть заигрались или прозевали вот этот момент когда надо спрыгивать с этого бизнеса мы можем оказаться здесь а здесь капиталы уже за знака минус то есть мы начали на каком одном уровне а через какое-то время оказалось что у нас денег стало меньше это нормальная ситуация в бизнесе куда чуть-чуть разверточили внимание почему я это говорю потому что очень важно понять где сегодня находится компания фолайф я не буду искать фломастик другого цвета я скажем так осмелюсь утверждать что компания только-только миновала точку этого не может быть и соответственно начиная бизнес в этот момент какие бы пульсации потом не были мы всегда будем со знаком плюс по своим капиталам это инвестиции беспроигрышные именно поэтому есть смысл начинать бизнес в фалате сегодня они через 20 лет потому что через 20 лет мы всегда будем встречать людей которые скажут аааа ну да хорошо можно было начинать в одиннадцатом году тогда все было бы хорошо а сейчас уже поздно но во первых начать идей что каждый день приходит вовремя есть только одно отношение к идеям но это опять же моя версия мои мои мысли что если идея вовремя то мы должны понимать что она приходит в голову одновременно большого количества людей собственно так устроить мир так устроен и чем отличаются люди только тем что один начнет реализовывать прям сейчас а кто-то подумает посмотрит и через год скажет ну да надо было начинать там год назад вот и все различие но если уж получилось так что идея у кого-то оказалось рождевременное мы не готовы ее взять и переварить но бывает такое да как относиться к этой идее сказать спасибо боженьке что он ее показал и отпустить высловывали голову голову и ждать следующие идеи которые окажутся вовремя потому что если мы будем тащить эту идею с собой как пустые концернные банки у этих оброчных да которые трещат время от и так далее она уже непригодна идея но мы ее тащим за собой это очень часто касается людей из традиционного бизнеса он давным-давно понял что это уже гиблое дело чем он занимается но нет этой идеи хороша и мой дед этим занимался и отец этим занимался и я буду заниматься но давайте говорю проснитесь ну там Марина уже не написала что надо делать потом когда прославлять вот но факт что каждая идея есть свое время утверждать что всегда будет в силе время заниматься фолайфом это будет несправедливо рано или поздно придет время когда для остаточного дохода на рынке будет более хорошее предложение но сегодня сегодня я занимаюсь фолайфом именно потому что это самое лучшее что нам доступно причем я не могу утверждать что лучше ничего в мире нет может я не встретил может я чего-то не знаю но из того что мне встретилось это самое лучшее по всем критериям и всегда все познается или принимается или как бы анализируется в сравнении и когда мне говорят ой эта модель неполноценная я говорю хорошо если есть что лучше давайте рассмотрим никогда лучше ничего не приходится поэтому я намерен утверждать что это лучшее что есть в моем распоряжении именно поэтому я работаю фолайфом и в завершении как я уже обещал если не забуду а у меня записано поэтому не забуду скажу три вещи или три таких основных момента что люди вообще делают в сетевом бизнесе у меня все только раз, два, три не сложнее сетевой бизнес абсолютно простая вещь чем менее усложняем тем быстрее движемся вперед раз, два, три раз, два, три все повторяемо должно быть если уже четыре или три с половиной это уже начинается сложность так вот что люди делают в сетевом маркетинге это общая мысль это относится к фолайфу в полной мере но в принципе это пригодно к любому сетевому в любом сетевом люди делают три вещи три они пользуются продуктом который представляют они задают вопросы и они слушают ответы все больше делать ничего не надо люди сами скажут вам что они хотят от вас сколько когда как часто за сколько и так далее и поэтому умение задавать вам вопросы это является одним из скажем основных фундаментальных умений работать в этом бизнесе спасибо за что напомнила многие хорошие идеи и заготовки но умение задавать вопросы как пример я могу сказать что просто вопросы задавать это еще не победа допустим я могу встретить кого-то и начинать скажем беседу с того что скажите пожалуйста сколько планет в солнечной системе и мы можем долго спорить 8 или 9 и так далее но как это помогает моему бизнесу я напомню вам что давайте найдем вопросы которые нам помогают продвигаться вперед по нашему бизнесу которые нам дают что-то о потребностях потребностях этого человека что позволяет определить с чего начать наше предложение потому что мы же дающими мы созидатели мы даем что-то людям но надо только понять что он хочет и как резюме этого всего если мы знаем что надо делать три вещи и тогда все в порядке принцип Микеланджело если не получилось давай посмотрим что надо отсечь если мы пришли домой и поняли что встреча не прошла так как мы ждали истории то есть человек может не так реагирует ли не этого результата вспомните задавали ли вопросы и слушали ли вы ответы потому что еще более великое умение чем задавать вопросы это умение слушать учитесь слушать люди сами скажут вам что им от вас надо спасибо